Продюсер Александр Роднянский долгие годы жил и работал в России, занимаясь сначала телевизионными проектами, а затем и полнометражными фильмами. Но весной успешный кинодеятель покинул страну. СМИ сообщает, что покинувший Россию Александр Роднянский избавился от кинокомпании Нон Стоп Продакшн и ее долгов. На прошлой неделе его детище было продано новому владельцу, и по данным инсайдеров, у руля вскоре может оказаться другой основатель компании Сергей Мелькумов. При этом сделка была обоснована не только желанием Роднянского сосредоточиться на международных проектах и его несогласием с вторжением России на Украину, но и долгами компании, говорит источник, знакомый с ситуацией. Только за 2021 год долги компании составили более 1,8 миллиарда рублей. Эксперты в киноиндустрии считают, что в Нон Стоп Продакшн после смены владельца будет изменена и сетка фильмов. Так авторские фильмы Роднянского типа «Дылда», «Левиафан» и другие он заберет себе. Отметим, что Роднянский один из самых успешных продюсеров, работавший в свое время с Федором Бондарчуком, Александром Сокуровым и другими именитыми режиссерами. После 24 февраля он выступил с резкой критикой войны по защите Донбасса и покинул Россию. В интервью нескольким блогерам он признался, что больше не хочет строить бизнес в нашей стране и теперь ориентирован на западные европейские рынки, где его проекты пользуются успехами и несколько раз были номинированы на престижную премию «Оскар». Также он опроверг, что вернется жить в Россию в ближайшее время. По слухам, в Москве у него была элитная недвижимость, которую он продал и перебрался в одну из европейских столиц. К слову, весной в сети активно писали о том, что министр обороны Сергей Шойгу попросил исключить Александра Роднянского и Владимира Зеленского из культурной повестки России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова